Всем здравствуйте! В этом видео хочу показать, как мы с ребенком и вообще с семьей готовимся к празднику, к Хэллоуину в этом 2024 году. Вообще каждый сезон я стараюсь поменять дома декор, обновить. Ну и вот, соответственно, в сентябре еще у нас появились разные тыковки, такие гирлянды. Я не могу сказать, что как-то глобально мы дом декорируем, но так по чуть-чуть, небольшие какие-то фрагменты, элементы. То там тыковка, то там веночек. Вот у нас в доме... Единственное, прямо под Хэллоуину ребенка, тут такая полочка небольшая тематическая образовалась. Это конструктор в прошлом году собирали, очень классный, очень такой детальный. Ну, у меня, по-моему, про него отдельное видео на канале есть, поэтому, кому интересно, можете посмотреть. Это в этом году купили набор ластиков из фикс прайса, тоже такой хэллоуинский тематический. Но мы никогда не используем такие ластики, как именно стирательные резинки. Они обычно уходят ребенку в игру, потому что стирают они плохо, а вот как такие игровые элементы, типа там игрушечек из киндера, неплохо так идут. Это он принялся делать тут осеннюю алмазную мозаику. Ну, как видите, продвижения еще не очень большие, так небольшой кусочек работы только выложил. Ну, может быть, сейчас тут вдохновиться к концу осени как-нибудь доделать. Ну, и тыковка тут тоже стоит на этой полочке. Вот привезли от бабушки с дачи две такие тыквы. Одна побольше вообще такая красотка солидная, но и одна поменьше. Мы вырезаем и всегда вовнутрь ставим фонарик. Не свечку, ничего, потому что свечка там обычно быстро потухает, задухает. Мы фонарик приспособились ставить, и этот фонарик потом там стоит, отлично светит, и прям ощущение, что действительно такая светящаяся в темноте рожица. Конечно же, покажу вам наши занимашки. Ну, вот начну с книги. Читали мы опять, перечитывали Мартину. Она у нас появилась, когда ребенку было три, в три года. Мне особо книжка понравилась, четыре уже она ему была гораздо понятнее и интереснее. И вот в пять лет вообще, наверное, расцвет и идеальный возраст для этой книжки, потому что у меня уже ребенку стали нравиться всякие вот эти монстрики, всякие вот эти существа. Он активно вживается в разные такие роли, изображает, ну, даже не применительно к празднику, а просто они там с мальчишками могут во дворе где-то играть, всяких монстриков вот этих изображать. Ну, и, конечно, вот в данном случае эта книга гораздо более актуальна. Хотя в ней, конечно, очень мало текста сейчас для моего сына, но зато много иллюстраций, которые он и самостоятельно тоже может посидеть, поразглядывать. И вот, ну, я говорю именно не страшно уже, а скорее интересно и весело эту книжку читать, разглядывать. Были у меня на примете для него новые книжки, тоже в тему этого праздника. Несколько штучек у меня лежало в отложенных, но не стала я в этом году брать. А почему? Потому что у нас сейчас основная такая художественная литература, которую мы читаем перед сном, это хроники Нарнии. Начали мы их читать в конце сентября, и вот уже конец октября, и у нас еще полторы повести осталось прочитать, потому что достаточно такое объемное произведение. И все-таки хотим мы дочитать, ни на что особо не отвлекаться, не переключаться, чтобы не забросить потом эту книгу в долгий ящик и не уйти в какие-то другие книжки. Поэтому в этом году, пока я ему новинки не выдаю книжные, даже если и покупаю, и вот стараемся дочитать ту историю, тем более она ему, в общем-то, очень нравится. Ну, а Мартина очень замечательная тематическая книга, если у вас вдруг еще ее нет в коллекции, и вы думаете, чтобы такое тематическое детишкам прикупить, обязательно присмотритесь. Также занимались мы сегодня с ним по двум пособиям, благо, ну, как благо, он у меня вышел на больничный, и теперь появилось, как вы видите, время и для съемки видео, и для занимашек в большем объеме. Значит, первое пособие у нас были развивашки с крафти осень, здесь такая типа викторина, наверное, на тему Хэллоуина, и вот такое еще задание он у меня выполнял, ну, тут найди такой же, в принципе, простенькая, я тут даже ему не давала обводить такой же, он мне просто пальчиком показывал, и все. И еще прикупила ему вот такую вот книжечку, она полностью на тему Хэллоуин уже сделана, если это вот была осенняя, там небольшие такие хэллоуинские вставочки мы поискали, то эта книга у нас, пособие, точнее, оно полностью Хэллоуину посвящено. Здесь в основном наклейки разные, очень их много здесь, да, более 400 наклеек вот на обороте, и разные задания. Задание в духе, ну, вот, наклеить наклейки, раскрасить, что еще, ну, и такие немножко логические, там, например, найти отличия, повторить, вот, портрет нужно было, Дракулу он сегодня делал, расставить зелье, вот тут нужно было в обратном порядке, вот тут страничку с привидениями дорисовать по клеточкам, вот опять раскраска, но раскраски здесь небольшие, вот у меня ребенок не очень любит раскрашивать, но здесь его даже не пугает, потому что такие небольшие фрагменты надо раскрашивать. Очень много, как я уже сказала, наклейок, но наклейки здесь не самого лучшего качества, очень сильно рвутся, к сожалению, потому что сама тетрадка такая интересная, мне очень понравилась, но вот наклейки не очень, тоже тут так начали делать, раскрашивать, лабиринт проходить, и вот немножко он сегодня уже устал, не стали доделывать. И также внутри здесь есть поделочки, значит, можно сделать коробочку для сладостей, карнавальную маску вот такую, и вот он сегодня делал, ну, типа, как такого декора для дома, летучих мышек он делал, и где-то еще паучки были, ага, вот они, и вот такие паучки, ну, это просто вырезать, такая двусторонняя картинка, и вот так вот на ниточке мы их привязали, где-нибудь он повесит пауками, хочет папу пугать у нас, папа не любит паучков, и ребенок хочет ему такую гадость сделать хэллоуинскую. Ну, классное пособие, мне очень понравилось, я не знаю, будем ли мы его полностью прямо в этом году делать, потому что, видите, тут и гирлянду можно такую классную сделать, может, мы что-то вот в этом году с ним сделаем, а что-то на следующий год перенесем, оставим. Стишок, вот мы, кстати, стишки с ним такие выучили, ему в последнее время нравится учить такие короткие стишочки, он с удовольствием это делает. Выучил тоже, он у меня их повторил, завтра будет сладости выпрашивать. Вот это угощение для ведьмы надо приклеить, сделать. Видите, такая пицца из мухоморов, автоарканов, пауков, мух, червяков, гусениц. Ну, вот в этом году прям очень нравится ребенку все такое делать, ему вот это как-то, не знаю, по душе, мне кажется, мальчишкам вообще по душе вся эта тема страшилок, и вот, наконец-то, да. А вот эти задания, может быть, мы перенесем уже на будущий хэллоуин, когда ребенку будет уже 6, получается, лет, потому что здесь связанные с буквами задания, ну, и как раз, потому что завтра-то уже праздник, вот ставить буквы, предложение составить, вот как раз это ему на будущий год будет хорошо. Примеры тут нужно решать, уже такая математическая раскраска с примерами, не просто по циферкам, а с примерами. Ну, посмотрим, как пойдет, потому что у нас уже один день до праздника достался, и мы вот только пока две странички сделали, может, завтра еще немножко так позанимаемся, остальное отложим на следующий год. Вот, в общем, неплохое, неплохое такое тоже тематическое пособие, рекомендую. Ну, вот, единственное, наклейки не очень хорошего качества, тяжеловато отклеиваются, а так красочное, интересное, красивое. Последние подготовишки к празднику, которые хочу вам сегодня показать, это вот такой набор одноразовой посуды из фикс-прайса, тарелочки мне очень понравились, вот эти в форме тыковок с привиденицами, очень милые. К ним стаканчики взяла, и салфетки тоже там же взяла, хотя мне вот эта вот фирма, и салфетки из фикс-прайса не нравятся, потому что крайний раз брали на день рождения ребенку тоже там салфетки, во-первых, очень жесткие, но даже не в этом дело, они очень сильно красились. У нас в таком сине-фиолетовом они оттенки были, и у всех прямо руки были тоже сине-фиолетовые, на столе остались сине-фиолетовые отпечатки, в общем, ну, как-то это даже неприятно. Ну, тут уже взяла набором, чтобы нигде больше не искать, не бегать, и также зашли вчера с ребенком в кондитерскую, ну, это он себе такой леденец захотел там взять тематически, а я взяла вот такую потрясающую фигурку на торт, так мне понравилось, мастичная привиденица, с таким осенним листиком, с чашечкой кофейка, в общем, не знаю, на самом деле у меня сейчас ни времени, особо ни желания стряпать нет, хотя я обожаю самостоятельно стряпать торты, и не только торты, но разные другие сладости, но вот в этом году, очевидно, и торт, мы завтра сходим, свеженький какой-нибудь купим, в проверенной какой-то кондитерской, и все, потому что, ну, как-то, знаете, ни настроения, честно говоря, ни времени нет, на выпечку, конечно, требуется и то, и другое. Ну, и еще покажу вам, это сегодня у меня ребенок на прогулке, собрал такой мне осенний букетик, хотел вазочку поставить, но вазочку, вот эти листики, видите, уже начали, как это сказать, крошиться, вазочку они не залезли, мы так в кружечке, в стакане их разместили, и вот часы у нас с кукушкой появились, тоже все, планирую снять вам видео отдельное, с покупками, рассказать, как мы время с ребенком стали изучать, но вот, увы, тоже не хватает времени, как это не смешно звучит, времени не хватает, снять видео про время, поэтому вот тут вам хотя бы их покажу, там такая милейшая у нас кукушечка живет, вылазит и кукукает, потом впоследствии переместим их в детскую, с ребенком учим время, также нам помогает в изучении времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok